Акционерное общество «Аэромар» – крупнейшая в России компания по производству питания для авиапассажиров. В этом году Химкинское предприятие отмечает 34 года со дня основания. В честь этой памятной даты провели праздничное мероприятие. Муниципальный депутат Николай Томашов поздравил всех собравшихся и отметил значимость компании для городского округа Химки. Мы знаем всю эту компанию, потому что мы все летали хоть раз на самолетах компании «Аэрофлот». И когда нас спрашивают, мясо или рыба, или еще что-то, это как раз компания «Аэромар». Компания всегда оказывает поддержку, помощь нашему городскому округу. В торжественной обстановке сотрудникам предприятия вручили награды. Благодарственные письма от администрации городского округа Химки за добросовестный труд и высокие достижения получили профессионалы разных специальностей. Многие из них работают здесь много лет. Например, Надежда Соколова присоединилась к дружному коллективу в далеком 2004 году. Скоро юбилей, 20 лет в компании. Моя обязанность – комплектовка холодного питания пассажирам бизнес-класса. Очень нравится, всегда дружный коллектив, отзывчивый. Я очень довольна здесь работать и хотелось бы еще долго проработать здесь. Сегодня компания «Аэромар» оказывает услуги более 40 клиентам, обслуживает рейсы с первыми лицами и главами государств на борту. Генеральный директор предприятия Владимир Джау отметил, что производство отвечает международным требованиям и стандартам. «Аэромар» производит бортовое питание практически для всех авиакомпаний, базирующихся на территории Шереметьево. Кроме Шереметьево мы имеем еще 10 филиалов и совместных предприятий по всей России. Это наши предприятия и на юге, в Краснодаре, в Сочи, в Уфе и даже на Дальнем Востоке. В рамках проекта «Мы первые» отметили и высокие успехи предприятия. В июне текущего года АО «Аэромар» стала дипломантом конкурса на соискание премии правительства России в области качества. Дипломы получили 12 российских организаций из разных регионов страны. Такое признание означает, что компания двигается в правильном направлении.